Наш обзор составлен на основании мнений нескольких ведущих американских газет, а также информационных агентств и телевизионных каналов. Итак, заголовок материала в New York Post говорит сам за себя. Саммит Байдена с Путиным лишь заставил США выглядеть слабее. Почему появились такие странные заголовки? Ведь встреча Байдена и Путина, безусловно, имеет позитивный характер и может иметь большие положительные последствия не только для двух стран, но и для всего мира. Дело в том, что в США общество поделено практически на две части. Примерно такая же конфигурация и в Конгрессе США. Поэтому часть американцев требует от Байдена жестких мер по отношению к России, а другая, наоборот, хотела бы видеть эти взаимоотношения чуть ли не дружественными. Конечно, время окриков и диктата прошло, но часть населения Америки и политического истеблишмента не хочет это признавать. Отсюда и нотки разочарования в статье New York Post и заключительная фраза в публикации «Возможно, Америка выглядела бы сильнее, если никакого саммита не было бы вообще». Совершенно другой материал в газете The Wall Street Journal. Оба лидера озвучили позитивные комментарии на пресс-конференциях, хотя Байден был, возможно, более оптимистичен в отношении траектории американо-российских связей. Совершенно другой тон и переход к анализу состоявшейся встречи. Какова же истинная ситуация? Истина заключается в том, что президенты США и России говорили друг о друге с уважением и с пониманием важности этой встречи для двух стран и всего мира. И это, наверное, самое главное. Wall Street Journal цитирует Байдена. «Новая холодная война с Россией ни в чьих-либо интересах, ни вашей страны, ни моей». Почти все, кто смотрел пресс-конференции Путина и Байдена, обратили внимание, что лидеры двух стран практически успокаивали журналистов, которые постоянно задавали провоцирующие вопросы. Искали негатив и противостояние там, где этого не было. Буквально требовали проявления агрессивности со стороны президентов, но этого не происходило. Байден даже сказал представителям американской прессы, «Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, вы хотите негативных взглядов». Это очень тонкое замечание в отношении средств массовой информации. Вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, журналисты, к сожалению, ищут сенсации и противостояния там, где их нет. Такая позиция не просто присутствует в мировых странах, но даже после общей позитивной оценки встречи телеканал Fox News прямую заявил о том, что их ожидания в отношении Байдена не были удовлетворены. Они ждали от президента США более жесткого подхода. Хотя результативность встречи очевидна. В частности, лидеры договорились о возврате послов, о создании комиссии по различным аспектам контроля над вооружениями и вопросам безопасности, в том числе кибербезопасности и по другим проблемам. Но постепенно тон американских СМИ меняется. И уже в эфире телеканала CNN звучат такие слова, как взаимодействие, диалог, возможность, сотрудничество. И это говорит CNN, который буквально захлебывался во враждебной риторике в последние годы. Есть, конечно, и совершенно странные высказывания и оценки, как в плюс, так и в минус. Например, конгрессмен от республиканской партии Лорен Боберт с большим сарказмом написала в своем твиттере после переговоров президентов. «Я очень надеюсь, что Байден случайно не вернет Аляску Путину. Я молюсь за Америку, потому что еще не было столь неквалифицированного политика, ведущего переговоры от нашего имени. Удивительно это слышать от 34-летней успешной женщины, политика и предпринимателя, ведь она – настоящее воплощение американской мечты. Свою трудовую деятельность начала в 15 лет в ресторане McDonald's. После этого Лорен бросила школу, потому что у нее родился ребенок. Позже устроилась в компанию по бурению природного газа, а затем стала трубопроводчиком. В 2005 году она была арестована за нарушение общественного порядка на музыкальном фестивале. В 2016 была признана виновной в небезопасном вождении транспортного средства. В 2017 Лорен открыла ресторан, который был ответственен за более 80 пищевых отравлений и работал без лицензии. В 2013 она получила разрешение на скрытое ношение холодного оружия. При этом Лорен Боберт успешно участвовала в выборах, потому что активно выступала за право ношения огнестрельного оружия, против введения ограничений в применении средств защиты. Наверное, самым ярким из последних ее действий было выступление против ограничений по коронавирусу. Мы привели такой подробный портрет члена Палаты Конгресса США, потому что Лорен Боберт представляет интересы значительной части населения США, которые требуют от Байдена жесткой позиции и действий. Выражение претензий на мировое лидерство, агрессивное поведение и даже, можно сказать, проявление враждебности в отношении других государств. Но основной фонд политического истеблишмента США другой. Пожалуй, наиболее хорошо его выразила Хилари Клинтон, которая всегда очень негативно выступала в отношении России. Сейчас она говорит следующее. Президент Байден понимает, что нужно сесть за стол с Путиным, как делала я. Посмотреть ему в глаза и сказать, давайте решим, что мы можем сделать вместе. Это еще раз показывает всему миру, что политика переменчивая вещь. А Хилари Клинтон очень опытный человек и знает, как себя вести в той или иной ситуации. Сегодня ветер дует в сторону позитивных перемен.